Блестящее опасность состояния городских дорог, в частности остановочных площадок, вновь стало актуальной городской проблемой. Некоторые остановки полностью обледенели и похожи на каток. Бичане, заходя или выходя из автобуса, рискуют оказаться под колесами транспорта. И в лучшем случае можно отделаться синяками, в худшем – заработать перелом. Зима едва успела начаться, автобусные остановки уже стали опасной зоной. И хотя коммунальщики посыпают их песком, проблему в целом это не решает. Накаты в установочных карманах местами отполированы до блеска. Пассажиры, заходя или выходя из автобуса, боятся поскользнуться и упасть под колеса. Добавим, что опасения горожан не беспочвенные. С 1 декабря в травмпункт только центральной городской больницы после падения на льду обратились 14 человек. Они получили ушибы и растяжения. Добавим, что, как нам сообщили коммунальщики, согласно условиям контракта, очищать от снега и льда, а также посыпать остановочные площадки противогололедными смесями, они должны через день. Утро, когда выходит дорожный рабочий, они начинают посыпать. В реакцию с песком соль не сразу вступает, поэтому накат он все равно будет. Сейчас чуть оттеплится и будет нормальная ситуация. Но вообще посыпают, как положено, по контракту. Насколько качественно зимой в Бийске убирают автобусные остановки? С этим вопросом мы обратились к бейчанам, ожидающим общественный транспорт. Ну, то, что лед только, а так нормально все. Скользко, когда заходишь в автобус и выходишь особенно. Все нормально, ничего страшного я не заметила, по крайней мере, для меня. Желательно посыпать песочком, хотя бы немножко. Конечно, спускаюсь страшновато. Ну, так сильно не замечала. Скользовато, надо немножечко посыпать. Есть какая-то песчано-соляная смесь. Ну, соль не нужна, обувь портить, а песочек-то можно. Очень скользко, не везде смотрят за дорогами и ходить очень тяжело. Останавливаются автобусы посреди дороги. Вот платформа, я прохожу сразу, прошу водителя, будьте добры, становитесь ближе к платформе. Там все равно не подходит автобус близко. И приходится вот, а там видите, сколько. Вот, а обувь-то... И вот поэтому тяжеловато, особенно нам, пожилым людям.